Будем начинать наш сегодняшний вебинар, третий вебинар с курса персональной инвестиции, на котором мы соберем в едином все эти знания, которые мы осваивали на первых двух занятиях. Отлично, да, звук есть. Прекрасно, как всегда, перед началом небольшое предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля связана с достаточно большим количеством рисков. И прежде чем переходить на работу уже на реальном счету, важно с этими рисками ознакомиться. Ну и все то, что дается на данном вебинаре, предоставляется только в качестве обучения, ознакомления и не является прямой рекомендацией к действию. Отлично, сегодня у нас тема это риск менеджмент и торговая система. Прежде чем мы начнем, хотел у вас спросить, есть ли вопросы, появились ли вопросы с прошлого занятия. Я знаю, что есть вопросы по текущей ситуации, но это мы уже наконец оставим. То есть пока те, у кого есть вопросы по текущей ситуации, вы можете написать их в чат, и мы обязательно к ним уже вернемся чуть позже. Пока, коллеги, вы пишете ваши вопросы, я напомню, что те, кто пропустил первое или первое занятие, или второе занятие, или все занятия, но присутствуют у нас сегодня, то вы можете на нашем YouTube-канале посмотреть записи для того, чтобы вспомнить те знания, которые были. Ну и также будет рассылка после уже нашего обучения в следующий понедельник, где также эти записи вам придут. И, коллеги, я напоминаю, что у нас на этих трех занятиях наше с вами обучение не заканчивается, оно будет продолжаться практически постоянно, потому что трейдер это та профессия, которой нужно учиться постоянно. Ну и, собственно, это относится к любому, к любому виду деятельности. Рынок меняется, меняются торговые стратегии, меняются торговые инструменты, поэтому всегда нужно быть в курсе актуальных событий. Поэтому также всех вас приглашаю уже, ну, фактически, на те вебинары, которые у нас будут идти постоянно, каждый понедельник в 19.30 по московскому времени, где я также уже отвечаю на ваши вопросы по текущей ситуации, и мы анализируем рынок с точки зрения вот как раз текущего момента, когда проходит вебинар и строим планы на неделю предстоящего. Ссылку вам приложил, кто еще его не посещает, да, вот снова участники наших вебинаров, то обязательно регистрируйтесь, потому что там как раз и будет продолжаться наше обучение и ознакомление. Также, коллеги, я напомню, вы тоже поступали вопросы еще раз по поводу того, что для тех, кто является клиентом компании Admiral Markets, я готов провести Skype-встречу один на один, чтобы поговорить по вашей торговой стратегии, чтобы вы мне рассказали, мы обсудили, и я со своей стороны порекомендовал, да, что можно дополнить, чем улучшить, и, возможно, какие-то моменты не учтены, потому что я прекрасно знаю, что когда трейдер, ну, пока эта профессия не столь популярна, да, не так много сообществ, где можно обсуждать эти вопросы, да, то есть, человека, с которым можно поделиться и просто рассказать и обсудить, это порой очень важно, то есть, собственно, у вас такая возможность, она будет. Ну, и со следующей недели у нас стартует закрытый телеграм-канал, на который также могут подписаться клиенты Admiral Markets, в котором я буду в течение дня присылать интересные идеи, да, интересные ситуации, то есть, помимо тех видеообзоров, которые у нас публикуются на YouTube-канале, туда я буду писать, когда-то это будет получаться кратко, да, для того, чтобы сообщить, ну, вот в текущий момент, в текущую ситуацию, когда-то более подробно. Для того, чтобы получить доступ в данный канал, напишите мне на почту, ну, собственно, по вашей почте я смогу проверить наличие счета в Admiral Markets, а мне потребуется ваш номер телефона, так как Telegram, он к нему как раз и привязан. Хорошо, коллеги, вот у меня был вопрос на почте, да, сейчас я его озвучу и отвечу, и если пока у всех присутствующих вопросов нет, то поставьте, пожалуйста, плюсик, да, чтобы я мог понимать, что ответить на этот вопрос, мы, собственно, двинемся дальше. Вопрос, он заключался в том, вопрос прислал Анатолий и касательно он был объемов, да, я думаю, что многие слышали о различных способах торговли, да, с использованием объемов, да, кто использует объем из Чикагской биржи, да, для валюты, то есть объемы фьючерсов, кто-то торгует акциями, да, и смотрит на объем, ну, вот сразу же поясню, что, во-первых, если мы говорим о валютном рынке, то оценить и просчитать все объемы, ну, практически невозможно, потому что он, ну, практически децентрализован, то есть нет какого-то единого центра, где фиксируются все сделки, поэтому получить реальный объем для торговли на валютном рынке, его, ну, практически невозможно, его можно привязать к фьючерсам на валюту, ну, опять же, это будет некая проекция, да, объемов, которые происходят. Поэтому для меня все же остается с основным объемом, это показатель движения цены, да, то есть, ну, я думаю, что здесь всего довольно-таки понятно. А если у нас идут свечи, да, с небольшими телами, да, если волатильность на рынке низкая, то, соответственно, низкие объемы. Когда мы видим какую-то большую свечу вверх или большую свечу вниз, это говорит о том, что в этот момент был проторгован довольно-таки большой объем, да, то есть особенно это так важно при пробитии, там, каких-то уровней. И, собственно, свеча, она как раз и нам показывает то, как вели себя продавцы и вели себя покупатели, да, то есть если это была большая белая свеча, то есть покупатели, то есть был большой объем, да, покупатели лидировали. Если была черная свеча, значит, был большой объем и лидировали продавцы. То есть те моменты, когда свечи идут небольшие, да, то есть период консолидации, часто бывает перед новостями, когда ждут публикации каких-либо событий то объемом практически объем практически на рынке отсутствует наталья спрашивает то есть вы смотрите спред спред да это увеличение спреда расширение спреда это уже больше как вытекает из того что объем например увеличивается например там новость выходят какие-то данные рынок начинает двигаться большая свеча спред расширяется это уже как на мой взгляд просто одно вытекает из другого то есть для меня основным индикатором да с точки зрения объема с точки зрения волатильности которая присутствует на рынке это ну фактически свечи я пробовал да для себя интегрировать свою торговую систему различные объемные показатели но у меня они скажем не прижились то есть я не говорю что их не нужно смотреть об этом также есть большое количество информации и я рекомендую все таки вам посмотреть да то есть вид анализа там высота который подразумевает до отслеживания объема но в данной торговой системе и возможно для вас это будет более актуально вообще трейдеры ну то здесь очень важно для того чтобы появилась торговая система здесь очень важен такой принцип как насмотренность это вот например как у художника это очень на но с точки зрения академического образования до выучить технику и научиться копировать довольно таки просто вот выработать свой стиль это уже задача другая и стиль он может отличаться от каких-то канонов да и общепринятых норм он будет только вашим так и торговой системы то есть когда вы для себя узнаете определенный набор торговых систем да то есть основные моменты которые должны быть у вас в любом случае ваша торговая стратегия торговой системе вы уже на это есть откиньте все ненужное и оставите то что работает а именно для вас у меня пока объемы не прижились я периодически таким вопросом возвращаюсь да возможно в какой-то момент я изменю об этом свое мнение но пока вот своей активной торговли я не применяю как ведет себя цена по отношению к своему открытию ну фактически дата то есть давайте мы сейчас у тебя несколько слов скажу по нашей основной теме когда перейдем метатрейдер уже более детально с этим вопросом мы ознакомимся и так начнем мы с вами с такого понятия который который называется а торговая система до построения торговой системы то есть что он себя включает сейчас вот буквально три минуты такой теории да вот я просто проговорил все основные моменты которые должны быть а потом уже на на примере но по причине того что мы делали вчера разберем рынок возьмем там любую пару которая интересна до можно устроить голосование вы не что 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 хотелось бы посмотреть и мы на этом мере разоберем доклад что должно быть торговой системе то есть недостаточно просто выбрать какой-то индикатор выбрать какой-то инструмент то есть это совокупность всех фактически вещей которые нужны для трейдер то есть в первую очередь это набор используем в работе технических сигналов то есть а то а по какому принципу вы входите в сделку то есть если вы открываете график и смотрите и но собственно не понимаете нужно продавать сейчас нужно там подождать или покупать то есть вот это как раз наводит на мысль о том что нет четкого алгоритма принятия решения то есть вот здесь все должно быть просто на мой взгляд вот торговая система она должна умещаться на половине на половинке салфетки то что называется то она должна быть максимально простой и тоже время применимой я знаю огромное количество примеров трейдеров которые уже наверное на этот момент до последний раз общался годы три назад дачоком на тот момент он уже восемь лет разрабатывать свою торговую систему сейчас уже наверное десятилетие прошло с его начала то есть со мной пробовал до этим подходом поделиться его труды занимали порядка трехсот пятидесяти листов на формате формата pdf и огромное количество таблиц и всего прочего то есть она в принципе да все выглядело логично но фактически человек практически не торговал время только в построении своей торговой стратегии чего-то идеального то есть здесь не может быть конечного то есть нельзя ну по крайней мере таких примеров я не видел может быть вы знаете но нельзя в этом потратить год выбрать одну торговую стратегию откинуться назад на диване все я по ней работаю и там еще 30 лет они будут работать нет так не бывает рынок меняется меняется инструменты меняются подходы и всегда нужно об этом помнить трейдера должен быть живой ум можно выучить английский язык но если вы его не практикуете то он забывается и в каких-то простых ситуациях найти слова будет довольно таки сложно так и здесь везде нужна практика везде нужно дополнительное поступление информации далее набор фундаментальных факторов на которых стоит обращать внимание здесь в данном ключе по крайней мере чтобы вы отслеживали важные события которые публикуются до в течение недели как я уже говорил на нашем youtube-канале федерик даниэль который у нас отвечает за фундаментальный анализ каждый понедельник делает видео обзор на предстоящую неделю видео идет 10 минут вы его посмотрите и в принципе будете понимать что в какой день выходит и как это может повлиять на рынок и с точки зрения принятия решения когда вы планируете открыть позицию то есть вот там первый пункт вы прошли да все все подходит вот по моей стратегии все работает но если примеру в этот там следующий час до следующий 15 выходят новости которые могут повлиять на рынок активным движением как примерным памперу да если вы торгуете первую пятницу месяца то порой лучше подождать и войти уже после того как эти данные поступят уже войти по той ситуации то есть используя опять же вот первый первый пункт да но а когда рынок уже среагирует наверное процентов 70 то есть практически ситуация на рынке не меняется и новости идут в ту сторону которую движется тренд опять же одно вытекается с другого если там сша в европе постоянно поступает позитив то большей вероятностью этот тренд продолжит он будет меняться также постепенно ну и если одна новость выйдет негативная напротив восходящего тренда то вряд ли она сможет поменять но вы для себя сможете получить возможно лучшие точки для входа далее набор торговых тактик а который используйте в разных различных ситуациях а здесь а здесь я говорю о том как вы принципе торгуете да то есть на можно открыть сделку и а просто ждать когда сработает и профит или стоп лосс а а можно во первых регулируя уже стоп лосса перемещать сделку примечать стоп лосс ходе ходе за ценой то есть таким образом зажимая цену между тейк профитом и между стоп лоссом то есть цена движется мы стоп лосс постепенно подвигаем это также тактика или добавляться по тренду основной момент тех кто от кого слышал да кто использует тактику усреднение использует ее не совсем корректно то есть трейдеры начинают соединяться на убыток то есть цена идет не в нашу сторону сделка не закрывается потом ходите чуть ниже трейдер ну по своим убеждениям уверен что цена пойдет туда куда он означает планируем начинают открою сделку еще ниже в ту же сторону куда было когда первое потом цена идет еще ниже это происходит постоянно усреднению среди усреднений минус растет, растет, растет. В данном случае этот алгоритм лучше использовать, ну и на мой взгляд, ну я думаю, что вы со мной согласитесь, корректнее использовать усреднение на прибыль. То есть, когда цена идет уже в вашу сторону, вы примерно 100-плот уже переместили в безубыток или в небольшой плюс, и дальше по тренду вы также можете открывать позиции, то есть уже наращивая прибыль. То есть, пока тренд идет, мы идем вместе с ним. И вот здесь есть такая небольшая тонкость, то, что я для себя проверял, и то, что на мой взгляд работает максимально эффективно, это уменьшение объема. То есть, если вы в начале тренда входите максимально допустимым для себя объемом, об этом чуть дальше поговорим, что принимать за максимально допустимый объем, то по мере наращивания вашей позиции объем этот уменьшается. То есть, вы вошли сначала, к примеру, 1,10 лота, потом 0,9, 0,8, 0,7. Для чего это делается? Это делается для того, что в тот момент, когда тренд начинает разворачиваться, мы из этой позиции могли выйти с меньшими убытками по самым верхним позициям. То есть, с самого низа у нас прибыль будет фактически максимальная, а по самым верхним, которые могут быть некоторые позиции, к примеру, объем сделок. Я для себя, к примеру, выбрал основные инструменты, это те, если мы говорим о валютах, это пары, которые идут с долларом. В принципе, все остальные они будут друг друга повторять. И, что самое важное, тогда оценить огромное количество инструментов и выявить те, на которых ситуация благоприятна для входа. То есть, на мой взгляд, не нужно заострять внимание на каком-то одном инструменте, потому что тогда вы фактически лишаетесь диверсификации. То есть, все равно рынок реагирует по-разному, там, евро-доллар, фунт-доллар, казалось бы, пары, которые, в принципе, ну, периодически повторяют движение друг друга, но когда события в одной из стран, да, перевешивают, то они начинают двигаться фактически по-разному. То есть, открывая сделку по паре евро-доллар, по паре британский фунт, одновременно, то есть, это, на мой взгляд, даст больше эффективности с точки зрения самой позиции, самого подхода к торговле. То есть, ну, и уже с точки зрения рисков, да, то есть, опять же, если у вас должен быть какой-то объем, да, максимальной просадки, да, то есть, по одновременно открытым позициям, там, примерно 5%, и на каждый из инструментов, то есть, например, может быть 1%. То есть, вы понимаете, что вы можете открыть сделку, не превысив риски, не более, чем по 5 инструментов, да, то есть, сохраняя риск 1%. Поэтому я вот вот Максим задает вопрос, давайте чуть позже, чуть позже я отвечу на этот вопрос, да, вот и второй вопрос Максима по поводу, да, запись, конечно, будет, да, запись будет на нашем YouTube-канале, возможно, завтра успеем ее добавить, и вы сможете ее посмотреть, ну, крайний день, в понедельник она там появится, но лучше, чтобы была завтра, и выходные не вы смогли посмотреть. Далее, строго регламентированный формат торгового плана, то есть, опять же, это ваш, ваша карта, да, то есть, как вы действуете на рынке, то есть, вы понимаете, что если произошло это, значит, я в рынок вхожу, если этого нет, я в рынок не вхожу, то есть, фактически, это вот можно себе распечатать, перевести на стену и этому следовать. Ну, и также у каждого трейдера в итоге появляется личный свод правил, которые касаются распорядка, да, условий работы, то есть, как мы, как я уже затрагиваю этот вопрос, то есть, кто-то может уделять целый день трейдингу, да, и использовательной тактике скальпинга, а кто-то больше выступает как инвестор, да, то есть, нет времени смотреть в рынок постоянно, можно это делать, там, раз в день или, там, раз в несколько дней, то есть, это, опять же, по вашему, да, какому-то эмоциональному состоянию, потому что, как я уже говорил, то есть, каждый трейдер индивидуален, и там есть трейдеры, кто, там, к примеру, торгует, там, не торгует в пятницу, да, или не торгует на американской сессии, то есть, уже понимая, что на основе своего опыта, что торговля не получается, то есть, лучше кому-то торговать, когда волокельность минимальна, да, а кому-то, наоборот, когда она максимальна, и со временем у вас также эти, все пункты сложатся в одно. Вот по поводу усреднения, если стопы поставим, если входим, не всем объемом, а по частям. Ну, да, да, Максим, такая тактика также есть, то есть, она вполне рабочая, то есть, если вы, к примеру, давайте сейчас я попробую, то есть, если у вас есть какой-то сигнал, да, и вы можете присоединиться, ну, к примеру, вот в этой точке, но вероятность коррекции на рынке, она все равно сохраняется, то есть, вы можете войти здесь, к примеру, объемом 0.5, да, прошу прощения, что может быть, это не очень хороший почерк, но думаю, что все понятно. А если рынок продолжает, к примеру, корректироваться, но не уходит ниже уровня, там, где у вас стоит стоп-лосс, то вполне возможно зайти здесь еще, к примеру, объемом 0.5, то есть, не превысив, тем самым, ваши риски, возможно, еще чуть больше он получится, потому что, ну, чуть большим объемом, так как все на цена скорректировалась, и до стоп-лосса будет другое расстояние. Входить одним лотом, не вошли, скажем, сначала 0.2, поставили 100, потом цена прошла в другую сторону, еще 0.2 взяли со стопом. Вот тут лучше на примере. Вот как раз вот такие вопросы сложно вот так воспринять. Если вы мне пришедете так же на почту, к примеру, я понимаю, просто это нужно тоже визуализировать и перенести. Вот сейчас сразу сходу не отвечу, возможно, чуть позже... А, все, отлично. Ну, хорошо. Ну, вот, тем не менее, да, то есть участники для всех вот таких вопросов, которые появляются, и создан наш вебинар, который я провожу по понедельникам. Вот такие вопросы, которые возникают, там, с метатрейдером, с добавлением, с каким-то индикатором, присылайте мне на почту, и мы вместе это разберем, обсудим на нашем вебинаре. То есть вот в таком формате это будет идти максимально эффективно. Теперь, коллеги, следующий вопрос, да, сразу же по поводу риск-менеджмента. Вот у нас большое количество участников, да, кто работает уже на реальных счетах, да, скажите мне, какой риск вы используете на одну сделку? Ну, то есть вот когда вы входите, открываете позицию, какой какой процент от вашего депозита уходит на риски? Напишите, пожалуйста. То есть пока мы туда не перешли, вот хочу, забудьте то, что я говорил, да, то есть не нужно говорить так, как я, вот мне просто нужно ваше мнение и ваше понимание. То есть здесь не может быть неправильных ответов, то есть вообще, как говорится, там плохих вопросов не бывает, есть плохие ответы, поэтому с вашей позиции мне просто нужно понимать, да, вот ваше отношение к риску, да, и чтобы мы это обсудили. Николай пишет 2%, дали 2%, на одну 6% в общий, ARIS 1%. Очень важное правило, да, ну, коллеги, я думаю, что те, кто не написал, у нас находится здесь онлайн, просто нет возможности, я так понимаю, что напечатать, ну, я думаю, что вы нас слышите, я все озвучиваю и вся информация также у вами будет получена. Вот я перед вами сделал таблицу, да, таблицу, которую я использую на практически всех вебинарах, и что здесь я хотел сказать. То есть, вообще, для чего нужен риск-менеджмент, да, управление капиталом? Вот лично для меня, как я к этому пришел, да, когда я только начинал совершать свои первые сделки, на тот момент, там, при депозите, там, порядка 3,5 тысяч долларов, возможность была торговать, ну, собственно, одним лотом, ну, дробных лотов, тогда того брокера, с которым я работал, не было. И, собственно, о каком стоп-лоссе была речь, то есть, стоп-лоссе я, конечно же, не ставил, ну, то есть, открывая позицию, да, там, проводя какой-то анализ, открывал позицию, ну, и, собственно, начинал ждать, да, а куда цена пойдет. И вот там, когда цена находилась в плюсе, у меня сразу же приподняте настроение, да, вот там цена прошла 50 пунктов, я понимаю, что это уже 500 долларов прибыли, и, собственно, все хорошо, все прекрасно. А что 50 пунктов для рынка, то есть, это может быть, ну, практически ценовой шум. Далее цена идет уже к точке входа, я начинаю думать, ага, ну, вот сейчас вот, у меня уже есть 200, да, я вот их, наверное, закрою, потому что, если цена уйдет ниже, то могу получить убыток, и там в какие-то моменты сделки закрывал, а в какие-то не закрывал, то есть, сдать все-таки, когда, ждал, когда все-таки цена пойдет выше, потому что хотелось больше прибыли. И, собственно, к чему это приводило? Это приводило к тому, что если сделка, ну, собственно, была открыта там 3-4 дня, то это значит, ты 3-4 дня не спишь, ты за ней смотришь, у тебя терминал на компьютере, на телефоне, в общем, везде, где только модно, и каждые 5 минут ты проверяешь, что там с твоей сделкой. А от чего это происходит? Это происходит от того, что я не понимал, сколько я могу потерять. То есть, открывая позицию, там, условно, одним лотом, ну, общий запас хода, да, это я сейчас понимаю, тогда, конечно, об этом не думал, было 350 пунктов, да, чтобы, ну, практически до нуля, ну, понятно, что там есть уровень ступал, но, тем не менее, да, здесь мы берем абсолютных величинок. То есть, мой максимальный убыток мог составить там 3,5 тысячи, да, и, собственно, ну, мне не хотелось, чтобы это было, я начинал смотреть рынок, выгипетизировать и стараться понять, куда он пойдет. А вот, когда я начал спать, собственно, спокойно, да, то есть, тот момент, когда мой стоп-лосс, он был установлен. Причем, установлен таким образом, когда я понимал, сколько в этой сделке я потеряю. то есть, до момента входа в рынок необходимо рассчитать максимальные потери, то есть, их принять, что называется, то есть, это 10%, значит, 10%, 1%, значит, 1%, но вы должны их понимать. И, конечно, риск там с 10%, он принимается гораздо хуже, чем 1%, то есть, это тоже важно. Ну, и, соответственно, прибыль, также она будет меньше. То есть, тут все зависит также от вашего личного предпочтения. Но, тем не менее, после того, как я для себя стал устанавливать данный вид защитного ордера, ну, собственно, все сделки стали проходить довольно-таки спокойно. Ну, исполнился по стоп-лоссу, значит, я получил тот риск, значит, начинаю анализировать, смотреть, все ли я сделал правильно, возможно, что-то не учел. Но у меня есть, что называется, второй шанс. То есть, вот трейдеры, которые приходят и хотят получить много и быстро, валютный рынок, торгую с кредитным плечом, это дает. Это, безусловно, возможно. Но здесь, в вашем правом на ошибку, выйдет ваш депозит. Там можно войти одним лотом с депозитом в 1000 долларов, можно с двумя лотами войти. Но заработать вы можете много, то есть, там, 2-3-4 тысячи, буквально за один день. Но и вы должны быть готовы, чтобы вы эту сумму можете потерять. Ответьте просто себе на вопрос, готовы вы себе потерять, готовы вы потерять эту сумму или нет. И далее уже переходить, соответственно, к размеру риска. То есть, многие думают о больших прибылях, но не думают о последствиях, которым оно может привести. Я для себя выбрал наиболее оптимальную форму подсчета риска, то есть, это 1% депозита на одну сделку. Иногда я его даже могу разделить, когда появляется сигнал на каком-то большом количестве инструментов. Но в данной таблице приведен пример того, сколько, ну, практически сделок можно совершить с тем или иным размером риска. То есть, если у меня до моего стоп-лосса, к примеру, 1%, фактически на 12-й сделке, то есть, даже если 12 сделок подряд, это еще нужно постараться, в моем распоряжении остается 88% от депозита. С увеличением риска, если мы смотрим вправо, то есть, с риском, к примеру, уже 20%, к пятой сделке у нас остается 3%, к десятой у нас остается 10%. То есть, видите, безусловно, если риск увеличится, риск 40%, 50%, то жизнь депозита просто вот стремится к этой цифре. И здесь важен тоже баланс. То есть, для меня наиболее приемлемая ситуация, при которой ограничиваем максимальное количество, к примеру, одновременно открытых позиций, к примеру, 5% и ограничиваю убыток по одной конкретной позиции, потому что их, ну, собственно, сигнал по одной позиции может появиться в одно время, по одному инструменту, по-другому появится там чуть позже. И вот этот запас, он также, безусловно, должен быть. Ну, и когда, там, например, сделка выходит уже в прибыль, то есть, мы можем перенести стоп-лот уже там в ноль или в плюс, то есть, уже на рисковую сумму вот это высвобождается, мы можем открывать, соответственно, уже несколько больший объем. и опять же, еще раз повторюсь о том, что контроль рисков, он влияет на жизнь вашего депозита. Никто не начинал торговать сразу в плюс и уходил там в какие-то большие суммы. безусловно, есть примеры, вот у нас был клиент, в компании Admiral Markets, это было несколько лет назад, то есть, ну, вот это действительно тот случай, который скорее исключение, чем правило, то есть, человек с 10 тысяч долларов дошел до чуть более 1 миллиона, потребовалось ему на это один год. Ну, на тот момент тренд был устойчивым, и, собственно, все, что требовалось, открывать позиции в сторону этого тренда. То есть, по поводу рисков, я, к сожалению, не знаю, как это все происходило, но, тем не менее, эта ситуация, она возможна, но нужно быть готовым к тому, что если вы потерпите какой-то убыток, то, соответственно, у вас будет возможность повторить, да, и, собственно, ограничивать максимальное количество вашей просадки, то есть, там, 30% от депозитов, это вот все то, что, ну, собственно, перечеркивает ту торговую стратегию, которая есть, мы возвращаемся на демо-счет, и начинаем уже на ней тренироваться. С точки зрения того, чтобы выбирать вот данный подход, но мы сейчас перейдем в Микотрейдер, и его еще раз посмотрим. Вот Максим пишет, не пытает свою гениальность с бычьим трендом. Скажем так, да, то есть, вообще, для чего ставится стоп-лосс? Стоп-лосс, он нужен для того, чтобы выйти в той ситуации, где уже не имеет смысла держать позицию, то есть не нужно, ну, на мой взгляд, вот какое-то фиксированное значение уровня стоп-лосса, только 50 пунктов, или только 100 пунктов, оно не имеет значения. Важны те ситуации, как вот мы смотрели, да, к примеру, на предыдущих наших занятиях, то есть, если мы входим на восходящем тренде, и стоп-лосс ставим, к примеру, за предыдущий минимум. Почему мы его туда ставим? Потому что, если цена будет меняться, она может к нему подойти, может к нему постоять, но с большей вероятностью тренд поменяется, когда цена уйдет за этот уровень, то есть, вот именно здесь и должен ставить стоп-лосс, а по расстоянию в пунктах это уже может быть абсолютно разная величина. К сожалению, стоп-лосс не всегда спасает, я все про Brexit. Ну, не скажите, то есть, в любом случае, вероятность проскальзывания, она, безусловно, остается, но, опять же, если вы ставите стоп на 1%, и в случае проскальзывания вы получили 1,5%, 2%, 3%, но это не ваш, не весь депозит. То есть, основная мысль заключается в этом, что у вас все равно есть момент остановки, и лучше, в любом случае, чтобы стоп был, чем его нет, потому что, если нет стоп-лосса, то, собственно, в просадку у вас может уйти вся сумма, которая у вас есть на счету. То есть, важно об этом помнить. Хорошо, коллеги, по... Теперь, давайте мы перейдем в метатрейдер, его я сейчас запущу, и вот, с точки зрения того, что мы разбирали вчера, да, с точки зрения риск-менеджмента, мы еще раз вот это пройдем, и на примере какого-нибудь инструмента, кстати, вот напишите, пожалуйста, пока я сейчас запускаю, какой инструмент было бы интересно посмотреть, собственно, там, валютная пара, ну, там, евро-доллар, доллар-иена, и те, которых будет больше, мы их и посмотрим. как право себя, конечно, лидирует евро-доллар, и он всем больше интересен. Но, тем не менее, если будет какая-то другая пара, мы его обязательно посмотрим. Да, вот Максим пишет евро-доллар. А сейчас вот также перед вами должен быть метатрейдер, поставьте плюсик, если вы его видите. Ну, и жду от вас валютной пары, потому что пока, ну, собственно, только евро-доллар, да, если никто не против, напишите тоже евро-доллар, и мы его посмотрим. Давайте попробуем разделить, все-таки послушать мнение всех участников, и я со своей стороны про часть их учесть. Максим пишет любая пара, значит, евро-доллар принимается. Коллеги, как у вас, так как у остальных, пожалуйста, напишите. Николай с Максимом согласен. Окей, хорошо, давайте тогда посмотрим пару евро-доллар, то есть, что у нас там происходит. Мы, собственно, с нее, да, начинали, давайте я посмотрю, вот то, что мы с вами делали, да, определяли ту ситуацию, где у нас торгуются пары, то есть, вот те построения, которые мы с вами делали, начиная с дневного таймфрейма. Опять же, я для себя, проводя данный анализ, что для меня важно, то есть, определение крупного таймфрейма, то есть, я начинаю с дня, по каким-то инструментам нужно посмотреть неделю. Но по евро, то здесь, фактически, достаточно дневного таймфрейма, недельный, здесь нужен для того, чтобы, ну, фактически определить вот области сопротивления, области поддержки, куда-то нам может присутствовать. Ну, вот как, собственно, да, вот как работают уровни, да, то есть, у нас был уровень сопротивления в области 1,20, то есть минимум, который был 5 лет назад, и фактически цена его также увидела в этом году, и, собственно, от него пошла коррекция. То есть эта область сопротивления сейчас является ключевой для роста по паре евро-доллар. Соответственно, в рамках дневного таймфрейма мы с вами видим, что тренд идет восходящий. В том случае, если пара, то есть отмена данного сценария, и уже пересмотр, к примеру, к продажам произойдет в том случае, если пара уходит ниже минимальных значений, которые у нас были зафиксированы в начале октября, область 1,16,68. Пока торгуемся выше данного уровня, на меньших таймфреймах приоритет также отдается покупкам. Далее, что мы смотрим? Далее мы смотрим 4-часовой таймфрейм. Опять же, здесь есть на каких-то инструментах имеет смысл смотреть 4-часового, на кредиты не имеют. Но здесь основная мысль заключается в том, что мы от большего переходим к частному. То есть мы смотрим основной тренд, мы смотрим основное направление, а потом уже переходим на тот таймфрейм, на котором принимаем решение. Но для 4-часового таймфрейма здесь мы тоже видим, что цена пробивает максимальное значение, которое у нас было 2 октября. Пробили его 11 октября. Собственно, ниже этого минимума цена еще не ушла. То есть мы скорректировались и, собственно, тенденция также остается в приоритете на покупку. Если мы увидим уход ниже данного уровня, опять же возвращаемся к продаже. То есть довольно-таки сильный уровень поддержки, от которого как раз она и может пойти. Вот почему еще, сразу же скажу, очень часто я слышу или читаю информацию от аналитиков, что там располагается железобетонный уровень, от него будем покупать или от него будем продавать. То есть, на мой взгляд, опять же, как я вам говорил, цена нам ничего не должна. Если она может пройти этот уровень и не будет ее никаким железобетонным, огромное количество примеров таких было. Но этот уровень действительно может быть поддержкой. Но для того, чтобы от него работать, необходимо получить подтверждение. То есть вот как было, к примеру, здесь. То есть цена подошла к этому уровню, затем дали у нас было подтверждение и, собственно, покупки, опять же, остаются в приоритете до тех пор, пока мы торгуемся выше данного уровня. То есть не нужно просто входить от какого-то ценового значения, от какого-то уровня. В любом случае нужно получать подтверждение. И, собственно, что мы видим дальше? Дальше, собственно, вчера мы вот этот момент с вами затрагивали, вчера мы его с вами отмечали. То, что для перехода в фазу уже непосредственно быков, то есть сила переходит от медведей к быкам по факту того, как закрывается торговый день и как начинается следующая торговая сессия. То есть что мы видели сегодня? Точнее, вчера. У нас был локальный максимум, практически чуть выше, чем мы смотрели вчера на вебинаре. Это область 1.18.04, то есть уже к концу дня цена еще немножко ушла вверх. А сегодня с утра цена его пробивает, закрепляется, и вот фактически 4-часовая свеча у нас является свечой подтверждения для того, чтобы можно было искать уже покупки. И фактически можно рассматривать покупки от данных уровней, либо если вы уже смотрите, открывается терминал там чуть позже, это можно делать точно так же. То есть тут мы получаем сигнал, что да, можно покупать, дальше уже вопрос, где мы, собственно, в сделку войдем. И чем ниже мы сможем к ней присоединиться, тем для нас фактически будет интересно. Ну, согласитесь, есть разница. Потому что стоп-лосс по данной сделке, он будет устанавливаться на минимум 18 октября, то есть 1.17.30. И если мы входим прямо, к примеру, по этой цене, то на стоп-лосс получается 75 пунктов. Если мы входим там, к примеру, чуть ниже, уже там 9-10 часов, то стоп-лосс может быть 60 пунктов. И от этого зависит объем, который мы, собственно, позицию открываем. Также важный момент, да, то есть куда у нас цена может прийти, где у нас цель. Ближайшая цель по движению, то есть это, собственно, обновление локальных максимумов, то есть это пока область 1.20.54. Кстати, вот, коллеги, важный момент. Два ордера, да, тейк-профит и стоп-лосс. Стоп-лосс у нас должен быть за уровнем, тейк-профит у нас должен быть внутри уровня. То есть если вы ставите тейк-профит, да, и, собственно, ваша цель дойти до данного движения, то его лучше ставить, чтобы попадало на несколько ценовых моделей. То есть как здесь, к примеру, вот эти две, либо вот эти три. Потому что, опять же, этот уровень, он выступает областью сопротивления, и от него также может начаться коррекция. То есть если вы зафиксируете прибыль там, либо закройте часть ордера, либо закройте весь ордер, и цена потом уйдет в коррекцию, то вы получите еще одну возможность присоединиться, опять же, в сторону того тренда. То есть уже часть прибыли взяли, затем рынок скорректировался, и мы присоединились еще раз, да, и движемся дальше. Либо уже после пробития данного уровня, когда цена к нему корректируется, ну, что называется, с обратной стороны, да, присоединиться к нему повторно. Так вот, мы, собственно, с вами определили то, что на текущий момент появился сигнал, что вот отсюда... Сейчас я вот эти линии все уберу. Давайте сделаем вот так. Давайте сделаем вот так. То есть отсюда мы можем уже начинать покупать, да, а где у нас, собственно, будет стоять ордер стоп-лосс. Стоп-лосс у нас будет находиться вот на данном расстоянии. То есть где бы мы фактически не вошли в позицию, то есть входим мы, к примеру, вот здесь, да, по этой цене стоп-лосс, у нас все равно находится тут, да. То есть потом уже сделку можно сопровождать и перемещать ваш защитный ордер в ходе за ценой. Но первое, что нам нужно, это подтверждение, что по нашей, да, торговой системе, ну, в данном случае, по моей торговой системе, что рынок начинает двигаться в сторону укрепления. Соответственно, мы определили, что мы можем войти и посмотрели стоп-лосс, да, стоп-лосс, да, к примеру, 80 пунктов. Потенциал движения 230 пунктов, то есть примерно 1 к 3, да, то есть чуть меньше. Соотношение хорошее, то есть тренд основной восходящий, поэтому данную сделку имеет смысл торговать. То есть если вы видите, что потенциал роста, то есть такие ситуации особенно бывают, там, к примеру, вблизи каких-то уровней сопротивления, то есть покупать по самым максимумам самое неблагодарное занятие, то в этом случае, возможно, нужно сделку скорректировать и войти в нее уже, собственно, по другим ценовым уровням, да, по другим значениям. То есть возможно посмотреть какой-то другой инструмент и уже по нему принять решение. По нему принять решение. Сейчас я просто быстро хочу посмотреть, да, вот еще раз пробежаться, что у нас происходит по другим инструментам, чтобы, ну, по Австралийце тоже, собственно, уже мы чуть ушли. По Канадцу мы продолжаем. Тут мы тоже, ну, вот по золоту, да, то есть золото пытается восстановиться. Хорошо, теперь что нам нужно сделать, да, нам нужно присоединиться в нашу сделку. То есть мы, к примеру, определили, что, да, мы можем покупать, теперь нам нужно выбрать интересную цену. Как правило, в большинстве случаев тот уровень, да, который пробивается, цена к нему корректируется с обратной стороны. То есть, к примеру, когда мы видим, как был пробит здесь минимум, да, то есть он пробивается, затем цена к нему уже корректируется. Ну, либо уже после, собственно, выхода мы можем получить лучшую цену по большему уровню. То есть, практически можно было войти. Ну, вот по этим значениям все равно стоплост у нас находится здесь. И, фактически, там, 170 пунктов, ну, 17 пунктов по четвертому знаку, да, контртрендово, но, тем не менее, довольно-таки интересный вход здесь также можно было использовать. Но в большинстве случаев, когда цена у нас пробивает какой-то уровень, да, какое-то ценовое значение, в большинстве случаев мы видим коррекцию. Сейчас эта коррекция уже, в принципе, произошла, и я не возьмусь утверждать, что это произойдет еще раз. Я могу сказать, что на текущем, в рамках, там, часовотной инфрейма, тенденции преобладает именно восходящее, и мы сейчас вот, ну, такой алгоритм, как я бы, собственно, в эту сделку входил. Безусловно, вот самый интересный вариант после самого пробития. То есть, он здесь был где-то, ну, в 11 часов, даже в 10 часов, ну, потом вышли данные, там, немного мы скорректировались, но видим все равно, что ниже стоплоса мы не ушли. То есть, опять же, когда вы его устанавливаете, когда вы понимаете, принимаете, вот эти просадки, они, ну, собственно, не столь важны, это, ну, рабочая просадка, которая имеет место быть. А теперь давайте вот рассчитаем с точки зрения риск-менеджмента, да, то есть, как, какую позицию нам нужно открыть, чтобы мы, собственно, удовлетворяли нашим условиям по риск-менеджменту. Так, к примеру, возьмем 1%, да, с депозитом, ну, там, к примеру, 5 тысяч, очень удобный способ подсчета, это Admiral, называется он Admiral Mini Terminal, находится в разделе советники, он позволяет как раз очень удобно подсчитать размер риска, да, и сразу же, то есть, не нужно там высчитывать что-то там на бумаге или это на сайте, все, все есть в терминале. Какой у нас есть параметр? У нас есть параметр, куда мы ставим стоплос, да, вот, кстати, я уже сказал, то есть, стоплос за уровень, лучше брать средний, там, например, двойной, тройной спред, то есть, там, 3-4 пункта за этим уровнем, и мы, то есть, за, да, ты профит внутри, стоплос за. И мы, собственно, смотрим вот расстояние, по которому нам было интересно присоединиться, то есть, цена 1.18.09, то есть, от текущей цены это 83 пункта, да, вот у нас есть 83 пункта, а теперь мы должны рассчитать, чтобы при каком объеме мы не потеряем больше, чем 1%, вот для этого нам поможет мини-терминал. Когда вы его запустили, вот в окне лоты нужно навести курсор мыши, нажать кнопку Ctrl, ее держать, и кликнуть левой кнопкой мыши, у нас появляется вот такое окно. Сюда мы пишем расстояние фиксированный в деньгар, то есть, 5000 долларов, риск 1%, то есть, мы рискуем 50 долларов, да, и система нам сразу же посчитала, что это 0,6 лота, нажимаем, к примеру, установить, установить лоты, система их запомнила, и можно либо войти непосредственно уже отложенным ордером, то есть, поставить, вот, к примеру, buy limit, то есть, также вот новая функция, которая появилась, Supreme Edition, вот смотрите, мы определили, к примеру, buy limit, да, объемом 0,6, мы, вот справа у нас такая шкала, где видно само перемещение, то есть, мы нажимаем, к примеру, то, что вот здесь бы мы вошли, дальше мы тянем вниз, мы видим риск, да, то есть, вот наш риск определенный, 46 долларов, то есть, 0,97%, то есть, вот 1%. Нажимаем сюда, тянем вверх, тянем вверх до нашего take profit, buy limit, stop loss и take profit. Собственно, вот у нас сразу же эта сделка установилась, то есть, мы визуально все посмотрели и определили, по какой цене нам было бы интересно, да, ну, интересно на текущий момент, войти в эту сделку, потому что, если открывать ее, опять же, ну, по текущим ценам, то мы получаем 170 пунктов потенциальной прибыли, 120 пунктов потенциального быта, ну, чуть больше, чем один к одному, а, ну, на мой взгляд, это не самое интересное. И, собственно, теперь, когда мы определили, когда же нам интересно в эту сделку будет войти, когда к ней присоединиться, мы устанавливаем ордер, да, это может быть отложенный ордер, либо вход непосредственно по рынку, ну, вот сейчас мы использовали ордер buy limit, который будет открытым, в случае, если она скорректируется к данному значению, и, собственно, нас возьмут в рынок, мы предполагаем дальнейшее уже движение восходящее. Ну, собственно, в этом и есть основной алгоритм, да, дополним его теперь следующим фактором, который будет отвечать за перемещение стоп-лосса. Стоп-лосс здесь, опять же, нужно перемещать за те ценовые уровни, которые у нас формируются по ходу нашего движения. То есть они могут иметь несколько разный вид, то есть какие-то дни могут выглядеть, к примеру, да, вот так, да, в каком-то небольшом рейнже цена находится, но в какие-то моменты он может выглядеть просто направленным движением. Как у нас это было, к примеру, да, вот здесь при этом восходящем движении, то есть для того, чтобы уже ограничивать свои убытки, после закрытого дня я, как правило, смотрю, то есть если у нас в этот день цена показывает локальный максимум, то есть она его обновляет, то перемещаю стоп-лосс за минимум этого торгового дня. Если в следующий день так же цена обновляет, перемещаю за него. И так постепенно происходит как раз изжимание цены между тейк-профитом и между стоп-лоссом. А сейчас я вернусь в чат, да, посмотрю, есть ли вопросы, вот были вопросы, как раз в разделе «Вопросы». Вчера, вот Максим пишет, преодолел максимум предыдущего дня, я так понял, что это подтверждение взаимовления тренда. Я открыл сделок сначала «Бай», а потом еще добавил «Бай», когда увидел продолжение движения стоп-лосса у всех на 1.17.33. 1.17.33. Ну, да, да, где мы сейчас накрыли. 1.17.33. Вопрос обрезался. То есть мы это, собственно, и разобрали. Если в сегодняшний день закроется выше вчерашнего, то есть плос можно перенести примерно на 1.75. Ну, вот я такую небольшую оговорку, да, вот сейчас посмотрим вопрос Олега. Вот такие, так скажем, вот такие исключения, которые мы периодически смотрим, когда цена движется практически без коррекции. Вот я сейчас попробую найти такие модели. Они периодически бывают, возможно, сейчас не по евро. Ну, вот, например, да, вот здесь. То есть вот такое резкое восходящее движение. И, собственно, вот поставить за минимум вот этого дня я бы не ставил. Ну, то есть я вот, как правило, такие ситуации пропускаю, оставляю его на последнем минимуме, где цена находилась, а начинаю его перемещать уже за те дни, где происходит коррекция. То есть вот коррекция, к примеру, была здесь, но вот все равно мы не ушли ниже минимума предыдущего дня, и потом пошел уже следующий импульс. То есть вот в этом случае, вот в данной восходящей, к примеру, позиции, я стоп-лосс переношел в данный статус. Когда уже следующий импульс подтверждается, переношу его сюда. Дальше цена движется. Опять коррекция, импульс, переношу его сюда. И, ну, собственно, дальше, вот, видишь, что цена стоит, она не может обновить максимальное значение, и вот, ну, примерно по этим уровням она выходит вниз. Какое-то время стоит, потом тренд опять, тенденция продолжается. И вопрос от Олега, да, который был. Вчера buy limit 1.76, сейчас закрылся 1.2 объема и стоп. А, понял вас? Да, buy limit 1.17.76. О, это, наверное, то, что мы и смотрим 1.17.76. Да, ну, на коррекции. Окей. А, вот вижу, да, продолжение от Максима, открывал сделку с целью, считал примерно 1.20, или цель считает более близким максимумом. Поэтому, к примеру, и вопрос, тут не так сделан, это просьба пояснить ошибки, объяснить, как правильно. Ну, собственно, как продолжение тренда. Ну, как я сейчас только что рассказал, да, то есть, наше мнение, оно сейчас совпадает. По целям, да, то есть, что касается целей. Ближайшая цель у нас находится в области максимальных значений предыдущего, да, вот, ну, вот, последней этой коррекции. Собственно, здесь, опять же, можно рассматривать несколько способов. Это закрытие части позиций, к примеру, здесь, и дальше уже продолжение движения к цели максимума. Я, как правило, для себя рассматриваю, вот, именно максимальное движение в области 1.20, да, то есть, для меня, то есть, если тренд, он сохраняется, да, цена может туда прийти не сразу, да, вот, как у нас было здесь, то есть, пошли, цена прошла там, здесь 150 пунктов, затем опять вышли в коррекцию, то есть, здесь можно было выйти из сделки, затем дальше вновь, вот, ну, собственно, сегодня к ней присоединиться и дальше опять идти на 1.20, то есть, вот, ну, вот такими переходами. Я, как правило, это использую таким образом. Но следующее подтверждение, да, ну, собственно, того, что мы, там, правы, да, будет то, что цена преодоляет максимум 12 октября. Ну, собственно, это вполне логично, то есть, в рамках 4-часового таймферма это более сильный импульс и, собственно, после этого можно рассматривать, ну, к примеру, еще добавление, да, то есть, если вот провести аналогию, то есть, после этого можно добавляться еще по данной позиции. Поэтому, коллеги, вот то, что мы с вами сейчас посмотрели, оно является, ну, вот таким примером того способа обхода в рынок, то есть, тех ключевых моментов, которые вы должны для себя проходить, да, выбирая непосредственно позицию. И на примере пары евро-доллар мы сейчас с вами посмотрели, а уже в следующий понедельник мы разберем, собственно, все инструменты, так как этому мы посвящаем целый вебинар. Напоминаю, в понедельник в 19.30, сейчас еще раз привожу ссылку, чтобы вы смогли на него записаться, и мы там уже продолжим разбирать те инструменты, которые есть. А сейчас, коллеги, вот по... Я готов, да, на текущий момент ответить на ваши вопросы. У нас в 19.30 начинается следующий вебинар, ведет мой коллега Фредерик Даниэль, который будет посвящен парному трейдингу, то есть, та система, которая, ну, фактически использует хедж-фонды, вы также к ней сможете присоединиться. Но вот сейчас мы... Есть еще у нас несколько минут, на которых я готов ответить на ваши вопросы. Также все ваши вопросы, которые у вас, ну, собственно, появятся после данного курса, ну, или будут появляться дальше, по работе компании Нерал Маркет, в целом по торговле, пишите мне на почту, чтобы мы их, соответственно, могли обсудить. И напоминаю, YouTube-канал, обязательно на него подписывайтесь, там мы не только добавляем видео, мы проводим и онлайн-трансляции. Это также делает мой коллега Фредерик, где уже он, вот, моментом выхода, например, Non-Farm Payrolls, комментирует, что происходит, вот именно вот эту реакцию рынка. Для этого нужно подписаться на канал, поставить на колокольчик, вам будет приходить уведомление о новых трансляциях и новых видео, которые есть. Поэтому, коллеги, готов ответить на ваши вопросы, да, вот, есть еще несколько минут и жду от вас вопрос. Надеюсь, Максим, что на все вопросы ответил, ну, а то, что не разобрали, но мне кажется, что все посмотрел, по этому моменту мы поговорили. Если сегодняшний день закрывается выше вчерашнего, то стоп-лосс можно переставить примерно на 1.75, примерно 10 пунктов сегодняшнего минимума. А, я просто начал говорить про то, что искал как раз в этой ситуации, где, которые несколько отличаются, когда нет коррекции, но вот на текущий момент, то есть если день закрывается, ну, практически так же, как он есть, но скорректируется там на 15-20 пунктов, ну, вообще-то ничего не уйдет, то есть не уйдет ниже минимума вот этого, ну, и минимум в области 1.17-1.29, то стоп-лосс вот можно перемещать уже вот за минимум, который был там 1.17-1.62, то есть вот этой свечой, которая у нас прошла сегодня. Дальше, собственно, постепенно так, но лучше дожидаться именно закрытия торговой сессии, закрытия дня, и чтобы в этот день цена ушла выше дня предыдущего. Да, то есть вот здесь основное, потому что вот такие ситуации, которые происходят, например, вот здесь, ну, они очень часто будут совпадать, то есть эти уровни поддержки так же видны, к примеру, да, стоял бы стоп-лосс здесь, по данному последнему движению, то есть, ну, здесь мы видели, обновление максимума не видели, а, соответственно, выход бы произошел, ну, примерно, по ценам 1.18.05, да, вот где эта зеленая линия у нас сейчас находится, по минимальным значениям, которые были 11 октября. Да, Владимир, по телеграм-каналу, напишите мне, пожалуйста, на почту, то есть, по вашей почте я смогу проверить, на виде реального счета, а по поводу, и нужен будет телефон, да, чтобы я вас туда смог добавить. Ну, так скажем, вот стоп-лосс, да, то есть, опять же, возвращаясь к истокам, да, вот вопрос Максима, почему только после коррекции стоп-удвигает, потому что это, опять же, характер рынка, то есть, когда мы видим, что у нас рынок сначала идет в импульсе, да, затем у него появляется коррекция, то он, ну, фактически нам показывает сам те точки, где, которые для него важны. То есть, ставить стоп-лосс, к примеру, просто здесь уже не привязывается, если к целому дню, то есть, если мы видим какое-то большое движение и не было коррекции, то, собственно, то же самое, что мы ставим просто в середине этого канала, да, то есть, в середине этого движения. Поэтому я для себя, но этот момент тоже пришел не сразу, пришел к поводу, что более эффективно все-таки ставить стоп-лосс, по крайней мере, в тех днях, которые были коррекции, это бывает не так часто, ну, когда два дня идут просто без коррекции, там, без остановки, там, растем или падаем. Поэтому я для себя пришел к поводу, что это будет, это более эффективно. Пробую перемещать стоп через дневную свечу, получилось лучше, то есть, предыдущие, ну, это тоже как вариант, то есть, переносить позже, да, то есть, особенно это будет более актуально, ну, так скажем, для еще более продолжительных сделок, да, особенно если не ограничить тейк-профитом, да, то есть, стоп-лосс, он может стоять, а вот тейк-профит, собственно, ну, пока цена растет, то есть, выходить уже как раз в те моменты, когда тренд начинает меняться. И, да, коллеги, напоминаю, что по поводу консультации по данной торговой стратегии, также можете написать на почту, и для всех клиентов от Мирал Маркетс это возможно, то есть, через Skype мы с вами созвонимся и обсудим это не обязательно только по этой стратегии, а, в принципе, по вашему подходу, да, в трейдинге, то есть, обсудим и посмотрим, как это можно улучшить. Хорошо, коллеги, тогда, собственно, ну, домашнее задание на выходной у вас остается, это повторить то, что мы проходили, то есть, глава книги 100% Форекс, это 1, 2, 3, 4 и 9, и, собственно, с вашими вопросами прийти уже на вебинар, который будет в понедельник, чтобы мы дальше продолжили уже разбираться во всех подходах трейдинга. Тогда, если пока вопросов нет, буду ждать их на почту, я напоминаю, что наше обучение, да, наш диалог, он не заканчивается, присылайте мне вопросы на почту, и дальше уже мы будем, вот, непосредственно, по рынку общаться и разбирать, что на нем происходит. Спасибо большое за участие, да, у нас прошли очень плодотворные, считаю, эти 3 дня, очень о многом мы поговорили, очень многое разобрали, и надеюсь, что для вас это было также эффективно и полезно. Для тех, кто будет присутствовать на вебинаре о Фредерике, там мы еще увидимся, сейчас я тоже приложу ссылку для тех, кому интересно, там побывать парный трейдинг, то есть, узнать о себе о несколько другом подходе к трейдингу, вот вы можете на этом вебинаре, который у нас стартует через 25 минут. Все, коллеги, мы с вами прощаемся, желаю хороших выходных, да, и увидимся уже в понедельник. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok